Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампера из Финляндии. Мы находимся в Леоиду Текс. Это Лиалахти, спальный район Тампера. Но и магазин настолько бюджетный, и так как сейчас заканчивается лето и начинается, конечно, уже во многих местах началась школа, все для школы. И много уже вот такого осенне-сезонного, ну и, конечно, в Леоиду Тексте очень красивый текстиль. Я оставлю старые видосики в инфобокс. И если вы сюда со своей семьей попадаете, конечно, без покупок никто уйти не может, потому что есть и для маленьких детей, и для мужчин, и для животных. И, как говорится, помыть унитаз и на кухонные кастрюли текстиль и так далее. То есть все есть. Ну и так как магазин бюджетный, много раз, когда я показываю цены, сама удивляюсь, ну как здорово, что, вот как говорится, для любого кармана есть что, куда, чего купить. И вот здесь все-таки такое оформление, хоть магазин бюджетный, но все равно они стараются вот так красивенько у входа сразу все украсить. Ну и, конечно, подушки. Кто смотрит это видео первый раз, наверное, удивится. Я обожаю подушки. Текстиль, вот это моя вторая слабость. И такие подушки стоят 14 евро 95 центов. И в Финляндии большое количество пледиков. Я про это тоже не раз говорю. Конечно, у многих есть каминная комната или какой-то диван, где они забираются с ногами. И вот на такую подушечку прильнуть и таким пледиком прикрыться. Это, конечно, просто, как говорится, шик, блеск, красота. Ну и много такого, я думаю, что есть только в этом магазине. Вот здесь посмотрите, какие красивые французские часы. 29 евро. Ну и это, конечно, натуральное дерево. Черно-белое, beige, золото, натуральные ткани продаются в Финляндии всегда очень хорошо. Если, конечно, люди минималисты, они не купят ничего такого, которое надоест ровно как через неделю. Или уже будет, как говорится, Фина говорит, арзитосильма. Да, должно быть все вот такое спокойное. И я думала, что это для мороженого. Нет, это вазочки вот такие, 7,95 стоит. Ну, что сюда можно положить? Хоть пакетики чая, хоть какие-то фрукты, конфеты и так далее. И есть в двух размерах. Тоже очень миленькие. И когда я рассказываю, показываю и говорю, что все-таки финны хотят купить свое. И вот здесь хороший пример. Вот такая кайдалиина. Такая салфетка на стол, 50 сантиметров шириной, 70 длиной, стоит 5,95. Да, все-таки финская должно быть. Конечно, финны хотят отдать деньги, чтобы в Финляндии были рабочие места. Ну, и розовая полоска, розовая вот такая звездочка и так далее напоминает Гант. Ну, конечно, цена бюджетная, 16,95. Вот такие подушки стоят, какая красота. Ну, и я думаю, что это цвет такой, который в многих привлекает. Мне тоже безумно нравится вот такая холодная роза. Ну, и, конечно, есть коврики, есть пледики и так далее. Все в цвет, в цвет. И в прошлый раз, когда я показывала бюджетные картины и говорила, что, конечно, многие не хотят никаких рамок, что вот это пылесобирательство и так далее. И я думаю, что вот за 19 евро какая красота в золоте, в серебре, в бронзе. Такое перо можно на стену повесить. Даже если у тебя нету красивых обоев, а просто социальное жилье и белые крашеные стены, все равно, мне кажется, такая картина украсит много интерьеров. Ну, и, конечно, вот это, я думаю, тоже черно-белое в финском стиле. Очень миленько она смотрится. Но вот такое даже я бы себе купила. Но, к сожалению, повесить некуда. Многие помнят, когда я показываю свой интерьер, я обожаю вот такие цветы во всех, как и цимпретациях. Ну, и вот эта картина у нас висела у входа. Она тоже стоит 19 евро. Ну, и так как уже будет похолодание, конечно, много в магазине вывесили вот такого с длинным рукавом, шапочек и так далее. Да, конечно, когда быстро холодает, все начинают копаться в своем гардеробе. Ну, и если маленькие дети есть, да, это тоже все понятно. И здесь у нас ласы. Вот такие халары. Стоит 39,95. Да, конечно, очень большой отдел детского белья. Большие скидки. Ну, и, конечно, если маленьких детей много, народ со скидками, можно приодеть просто всю семью, начиная от верхней одежды, резиновых сапог и комбинезона. И как долго мы ждем лето, и как быстро оно кончается. И вот хороший пример. Да, конечно, лето уже с большими распродажами. Написано поезд ухинта. Но вывешено уже вот такое все теплое. Да, вот такого зонтика у меня еще нету. Но я смотрю, что многие носят вот такой зонтик на руке. Стоит 11,95 евро. И многие хвалят, что так удобно. И, конечно, атрибут осени. Это вот такие одноразовые дождевики. Сады Виитая, сады Такки. Помните, конечно, если вот на велосипеде вы крутите или стоите на остановке, много раз зонтик люди не хотят носить, и они покупают вот такой. Исада Виита, это у нас пончо. Исада Такки, это вот такая одноразовая курточка. И Сисо фирма из Дания. Это 3 XL. И если стоило 59,95, и сейчас 45 евро. Вот такой дождевичок. Какая прелесть на подкладке с капюшончиком. Да, очень-очень миленькая. И я не знаю, почему я притягиваю людей. Если я стою с камерой, что-то снимаю, что-то трогаю. Сразу люди подходят. Им тоже надо то же, что снимаю и трогаю я. Но это, вы же понимаете, закон, как говорится, подлости. И в этом магазине большой выбор спортивной одежды. Ну и спортивная, конечно, одежда очень бюджетная. Она вот такая. Здесь повешены отдельно брюки, отдельно костюмы и так далее. Ну и большой выбор, конечно, спортивной обуви. Ну и финский атрибут. Без этого, конечно, никуда. Это у нас резиновые сапоги. Ну и, наверное, в Финляндии нет такого магазина, где не продают нижнее белье. Ну и, конечно, любимые финские слоги. Они обожают их. И теперь в слогах есть столько моделей. Есть Макси, есть Мини, есть Стринги и так далее. И на картинке даже нарисовано, какой они посадки и так далее. Конечно, открывать упаковку нельзя. Я про это говорю много-много раз. Если вы упаковку открываете, вам приходится это купить. Поэтому всегда смотрите на картинку, на размер, на цену. Ну и, конечно, большущий мужской отдел. И посмотрите на рот. Размеры 58-66. Если вы еще прибавите 6. Да, очень большого размера. Мужчину сюда можно тоже пригласить и одеть его здесь. И здесь написано Мистанкод 3XL и 6XL. То есть это тоже все очень здорово. И отдел очень большой, без конца, без края. Но я вот так общим кадром покажу. Большие скидки 20% есть. Вот такое купи, как говорится, очень дешево. Поезд ухиннат. Ну и так как сейчас идут дети в школу. Здесь вот у нас тоже такой колледж хуппари 11,95 и низ 8,50. Конечно, скидки на все есть. Но я думаю, что такой костюм многие купят для школы детям. Но если вот так общей картинкой мы посмотрим, вы поймете, какие цвета любят финны. Синий, черный, серый. Вот, конечно, они самые любимые цвета. И удивило меня присутствие вот этой красной куртки. Ну, почему бы и нет. Ну и в этом магазине большой выбор сини. Сини это натуральный финский продукт. Все для дома. То есть начинают пакеты для пылесосок, щеток и так далее. Да, и многие рекламы, которые идут по телеку, они начинают оста сини. А на шоу малайзели тюя пайка. Да, вот такое есть. И, конечно, натуральный синий флаг. Это финская. И я думаю, что многие имеют вот такие щетки. Я сама обожаю вот эту серию. У меня есть для мытья окон, для мытья туалета и так далее. Всяких прибамбасов теперь очень много. Ну и, конечно, микрокуйто. Вот такие щетки, которые вытирают пыль. Да, синие это я советую, если никогда вы не видели и не знали, что вот такое есть, советую купить. И если у вас есть вот такой, по-фински называется, варси низ, вы всегда можете сюда купить хоть какую щетку. Она будет подходить. И написано, что даже с гарантией, видите, даете на эту пластмассовую закрепку. Да, и финны настолько могут быть дотошны даже к покупке туалетной бумаги. Многие относятся, как, знаете, защитить диссертацию, купить туалетные бумаги. Потому что читают, как она сделана. Есть вот такая туалетная бумага. Меца Сырла выпускала раньше. И здесь, конечно, финский флаг. И вот такой Йоуцемерке. То есть экологическая туалетная бумажка должна. И здесь написано, что 50% меньше использовалось того и сего. Я, конечно, не буду зачитывать весь вам всю аннотацию этой туалетной бумаги. Но да, даже вот такая покупка может многим принести, как говорится, рады, что они потратили деньги и купили вот такую туалетную бумажку, которая будет экологическая. Ну и, конечно, она должна быть финской. Это Йожику понятно. Хоть бы как дешевая туалетная бумага не была. Вот, например, отсюда. Нет, многие не купят никакой Фемили. Они купят, конечно, нашу финскую. И здесь тоже самое. Lotus of Embo. Она вот такая из трех слоев. И здесь у нас тоже написано. Керту Паккаус. И Йоуцемерке, конечно, все эти атрибуты, на что финны обращают внимание. Ну и натуральный финский продукт. Чем моют? Ковры, дорожки и так далее. Да, и он есть вот в таком жидком. Стоит евро девяносто девять литра. Ментушуа Палеуш. Или вот такое Ментушуа Пушайпо. Я сама обожаю вот этот кусочек мыла. Ну и, конечно, натуральная щетка. У нас это Айно щетка. Она стоит девяносто центов. И я вставлю старое видео, как финны моют ковры. Чтобы вы представляли, как это все происходит. Ну и, конечно, если вы идете мыть ковры, никакого шампуня, никакого мыла не должно быть. Все должно быть вот такое натуральное. Ну и это у нас сделано из вот таких елочек и шишечек. И когда я показываю видео открытки, многие написали, Оля, как тяжело купить в Финляндию открытку с музыкой. Какую-нибудь большую, красивую. Да, в Финляндии безумно дорогущие открытки, больших открыток. Вот, например, как у меня с 50-летием таких в Финляндии я не видела ни разу. Ну и есть открытки с текстом, есть открытки без текста. И часто эти упаковки запакованы. К сожалению, нужно понимать по-фински, чтобы прочитать. И здесь вот, например, написано Unetelo. То есть это поздравление. Ну и написано уже 50, 60, 65 и 70. И я знаю, что многие покупают открытку без номера, потому что они не знают, сколько человеку исполняется. Многие скрывают возраст. Но в Финляндии такой проблемы нет. Да, если приглашают, конечно, много раз уже написано, сколько человеку лет исполняется. И здесь написано Textitone. То есть это без текста. Если вы сами умеете какой-нибудь стишок написать, вот такую открыточку. Textitone можно купить. И где написано Settelitasku Korti. Это специальный вкладыш, куда можно положить деньги. То есть вот Settelitasku Korti. Это для того, если хотите денег положить. Ну и любимая, конечно, финская Marimekko. И такая открыточка стоит 4 евро 20 центов. Да, открытки в Финляндии безумно дорогие. Ну это из-за того, что, конечно, в Финляндии бумага дорогая. Хоть и бум производится. Ну и много всяких вот таких детских открыточек. И хотя у нас нету женского и мужского рода. Но все равно здесь вот пойка мальчишке и тютеле девочке. Ну и есть открытки, которые без пола. То есть они вот без этого текста. Ну и я была не я. Если бы я не остановилась у открыточек с мумиками. Здесь у нас муми мама, муми папа. Вот такой Нушка Муйконен, который рыбак. Я думаю, что многие дети обожают. А если они получают вот такую открыточку с мумиками, многие делают из них даже картины. Такая открыточка точно никогда не будет выброшена. Открыток очень много вот таких, которые сделан какой-то художник. У них есть свой стендик. И все открытки вот однотипные. И здесь у нас открытки минималиста. То есть Олит Таркия, Пален Онния, Поздравления, Хэт, Кито, Спасибо, Олит Супер и так далее. То есть вот такие с текстом тоже много раз открыточки люди хотят купить. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Олит Таркия. При всем. Фест-культ-привет. Продолжение следует...